Не оправдала. Вот система ЕГЭ себя как таковая в государстве не оправдала. У нас столько же количества гениев, сколько было. И гениальность, скажем, и гениальность, и умность, если так можно назвать, у подросткового слоя населения зависит не от того, как они сдают ЕГЭ. Я это заметил просто и по детям индигам, и по другим детям, которые не прошли это ЕГЭ, по ряду причин этого ЕГЭ, неправильно абсолютно примененных к ним так или иначе, это, мне кажется, заусенец. Заусенец очень болезненный, который трудно преодолевать. У нас вообще русская ментальность — это некая ленность. Но заметьте, у нас все так называемые лентяи стали гениальными людьми или медийными персонами, или очень серьезными политиками. Тем не менее, они были очень ленивые. И вот даже если приблизить те госэкзамены, которые были раньше к нынешнему ЕГЭ, тоже было достаточно сложно в свое время, они многие его и не проходили, или проходили по нескольку раз. Это были и второгодники, и кто только не был. Поэтому я считаю, что это не та система, которая может быть уложена в нашу действительность, в нашу ментальность, в нашу огромность, и в нашу притянутость к местам, где создаются это на научных базах. Вот это Москва, Санкт-Петербург и так далее, вот элитные места. Поэтому она бьет по деревне, она бьет по поселковым городам, по гигантским областям, и совершенно не соответствует той реалии сдачи экзаменов, которая должна быть в крупных городах. Нужно вообще менять систему госконтроля за учебой. Саму учебную систему и программу менять и во многом, и это отдельный разговор очень большой.